Центробанк захотел ужесточить подход к малому и среднему бизнесу. В частности, изменив критерии отнесения предприятий к этой категории, пишет коммерсант. По мнению регулятора, сейчас льготные кредиты, предназначенные для этой категории предпринимателей, получают в том числе и представители куда более крупных структур. Роман Быков разбирался в сути вопроса. Компаний, которые получают льготные кредиты, предназначенные для малого и среднего бизнеса, слишком много. В этом уверены в Центробанке. Свою позицию регулятор объясняет тем, что сейчас развелось немало предприятий, которые формально имеют право на получение такого займа, но на самом деле аффилированы с крупными корпорациями. Получается, что нечестно. Получается, что если бы ты крупный бизнес, ты должен играть по своим правилам. Ты должен, да, для крупного бизнеса кредитов много, у них нет никаких проблем получения этого кредита, но они хотят получить именно льготный кредит, который им не предназначен. Это предназначено для других. А объем средств, предназначенных для льготного кредитования, между тем, что называется, не резиновый. В итоге такие займы достаются не тем, на кого они реально рассчитаны. Среди мер, которые ЦБ предлагает предпринять, ограничить общий объем таких кредитов двумя миллиардами рублей. Кроме того, убрать из реестра малого и среднего бизнеса предприятия с активами и кредитной нагрузкой более 8 миллиардов. Между тем, сами предприниматели говорят, что неплохо бы изменить и другие критерии. Верхняя планка – это 2 миллиарда рублей выручки и 250 человек численность. Наше предприятие не является МСП. Дело в том, что выручка у нас меньше миллиарда, а численность у нас около 400 человек. Дело в том, что отрасль отрасли рознь. Есть компании, у которых стол, стол, ручка 10 человек, и они ворочают действительно миллиардами. Поэтому надо учитывать каждую отрасль отдельно, а не грести всех под одну гребенку. Что касается шагов, которые пока предлагает предпринять Центробанк, то тут не все так однозначно. Эксперты говорят, что идея регулятора – отодвинуть от льготных кредитов компании, аффилированные с крупными предприятиями, могут не обрадовать сами коммерческие банки. Ведь такие клиенты их куда больше радуют, чем настоящий малый бизнес. Когда речь идет о аффилированных от крупных компаний фирм, которые по формальным признакам полностью подходят, как малый или средний бизнес, конечно же, им легче даются эти деньги, потому что, зная, что за этой фирмой стоит мощная организация, риск возврата этих кредитов вообще не стоит. Другое дело – небольшие компании, которые могут столкнуться с финансовыми трудностями, тем более в нынешнее время. Поэтому, если Центробанк действительно сделает то, что задумал, то эффективность этих мер зависит от контроля со стороны государства, поскольку в России на выдумки хитра не только голь, но и крупный бизнес.